Здравствуйте! Инновационный форсаж прибыл в Талдыкурган, административный центр Алматинской области. Регион входит в число наиболее инновационно-активных регионов страны. Несмотря на то, что 73% населения проживает в сельской местности, здесь хорошо развита промышленность. Именно поэтому большинство заявок на конкурс НИФ и ФТК были связаны с альтернативной энергетикой, сельским хозяйством. Десять бизнес-проектов. Талдыкурганские инноваторы подготовились основательно. Регион специализируется на сельском хозяйстве. Неудивительно, что и разработки, которые будут участвовать в конкурсе, так или иначе связаны с этой отраслью. Начнем наше знакомство с життесуйскими бизнес-проектами. Возможно, в скором времени что-то из представленного прочно войдет в наш обиход. На нашей выставке мы нашли вот такой интересный агрегат. Давайте узнаем, что это. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Это водоподъемное устройство, которое использует альтернативную энергию, это энергию водяного потока. И они подают воду в качестве насоса от 1 кубического метра до 65 кубических метров в час. Они могут быть использованы для полива неполиваемых земель, а в Казахстане их очень много. И можно их превращать в плодово-ягодные сады, виноградники и полива сельскохозяйственных земель. Урк из Ильиева сразу претендует на вселенские масштабы. У нее в помощницах энергия солнца. На первый взгляд, что инновационного в сушеных овощах и фруктах? Вопрос в другом. Как поставить на конвейер их производство, при этом облегчив труд сельчан? Солнечные технологии, которые мы изобрели, это солнечные сушилки, оказались необходимостью для сельчан Алматинской области. Потому что Алматинская область богата фруктами, овощами, лекарственными травами. И хотим, чтобы эти солнечные сушилки стояли в каждом дворе и решали пять основных проблем сельчан. Первая, глобальная проблема, это парниковые газы. Второе, это самозанятость сельских, особенно женщин, многодетных матерей, которые не могут работать далеко от дома, поэтому они сидят дома. Проблемы экологии давно волнуют Андрея Агеенко, научный сотрудник КАЗНИИ, защиты карантин растений за натуральный продукт. Поэтому и наработки его – избавить своих соотечественников от употребления пестицидов. Наши разработки касаются различных сельхозкультур. Это могут быть зерновые культуры, это могут быть овощные культуры. Но основной упор сейчас мы делаем на производство сои, так как эта культура в данный момент очень востребованная, перспективная. Именно в вашей области? Да, именно в нашей области. Ну, вообще есть наработки и по другим регионам Казахстана, но основное у нас идет по Алматинской области. Что только не придумают наши участники, чтобы попасть на республиканский конкурс. Алюминиевые колпачки. Их создатель пообещал нам, что благодаря его разработке газированная вода станет дешевле. Суть заключается в том, что сырье используется алюминиево-сетные пластины, которые прежде уходили в металлолом, плавились, соответственно, обратно получали прокат, после этого проката получали колпачок. Я миную всего этого, напрямую делаю колпачок. Скажите, а для чего ваши колпачки нужны? Для того, чтобы наши производители непосредственно медицинской тары, бутылированной, газированной, негазированной продукции не нуждались в потреблении. И это снижает себестоимость. Это лишь малая часть бизнес-проектов, которые мы успели вам показать. Не сомневайтесь, на республиканский конкурс не 50K попадут только лучшие. Отработав в городе Талдыкурган, инновационный форсаж отправляет в свое дальнейшее путешествие в самый крупный город Казахстана, город Алматы. Уж там инновационных идей будет очень много. Это я так, в предвкушении. Ну что ж, друзья, мы с вами увидимся ровно в следующей программе. До свидания. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова